Монстр-траки представляют собой большие автомобили, которые специально проектируются с громадными колесами внушительных размерах и мощнейшими двигателями. Создаются такие грозные монстры для участия в спортивном состязании Monster Jam, которое очень популярно во всем мире. Соревнование состоит из езды по различным типам дорог, внедорожью, впечатляющих прыжков через очень крутые препятствия и выполнения различных зрелищных акробатических трюков. Я хочу вам рассказать о самых крутых и мощных монстр-траках, которые выступали на этих соревнованиях. Поехали! Роминатор Роминатор Своей популярностью Роминатор обязан братьям Марку и Тиму Холлу, которые помогли сделать траку имя, победив в нескольких гоночных соревнованиях. Удачные выступления и несколько выигранных соревнований привлекли внимание богатого спонсора Dodge, который помог усовершенствовать автомобиль. В настоящий момент Роминатор постепенно пробивает себе дорогу на вершину Monster Jam, чтобы получить титул лучшего монстр-трака. Оверкилл Эволюшн Майкл Маттас и Мартин Гар вместе с другими автовладельцами траков решили объединиться в одну группу, чтобы работать вместе над созданием нового трака. Их совместная работа дала первые плоды в 2013 году, когда на свет появился грозный Оверкилл Эволюшн. Благодаря использованию 3D-компьютера, механики смогли смоделировать новые прочные шасти для трака, которые помогли им воплотить в жизнь свои самые смелые мечты. Они полагают, что их новый автомобиль вобрал в себя только лучшее от других популярных траков. Оверкилл не подвел и в 2014 году отлично показал себя в чемпионате по фристайлу, заняв первое место. Монстр Энерджи Этот выдающийся монстр ворвался в мир спортивных гонок Monster Jam в 2012 году и практически сразу же сумел завоевать себе популярность. Его дебют пришелся на турнир по фристайлу, который Монстр Энерджи с легкостью выиграл. Благодаря опытной команде, Монстр Трак чувствует себя уверенно не только в состязаниях гоночного типа, но и в вольном стиле. Мощный двигатель и сверхгибкие шасси делают из Монстр Энерджи высокопрофильный продукт, способный на равных потягаться даже с чемпионом Макс Ди. Макс Ди представляет собой самый необычный Монстр Трак, который представлен как элегантный футуристический внедорожник первого класса. Использование ярко-серебряной и блестящей краски на кузове автомобиля наделили его потрясающе великолепным внешним видом. Макс Ди по праву считается одной из самых быстрых и мощных машин спортивных соревнований. В настоящий момент у Монстр Трака имеется множество фанатов по всему миру, для которых устраиваются экскурсионные туры на Макс Ди и аналогичных автомобилях. Лукас Элл Крузейдер Дебют Лукас Элл Крузейдер пришелся на 2011 год, во время которого всему миру был представлен концепт Трака в стиле средневекового рыцаря с мечом на кузове автомобиля. Внедорожник всегда готов броситься в драку и не прочь побороться за первое место в чемпионате мира. Крестонотец способен с легкостью расправиться с практически любым соперником благодаря умелому водителю Линдси Винк. Грейв Диггер Проектную концепцию нового Монстр Трака придумал талантливый механико-инженер по имени Деннис Андерсон, который сумел создать свое творение из старых запчастей автомобилей, найденных на свалках. Спустя несколько десятков лет Грейв Диггер потерпел значительные изменения и теперь вместо прошлого оранжевого цвета имеет насыщенный зеленый. Диггер представляет собой один из самых улучшенных траков, который сумел выиграть четыре чемпионата, захватил несколько раз гоночный титул, а также титул фристайл. Газ Манки Гараж Грозный и мощный Монстр Трак был построен в 2016 году в гараже во время трансляции популярной телепередачи под названием Fast & Loud. Проектированием кузова автомобиля занимался сам Ричард Роулинг, который является крупным владельцем популярной компании Газ Манки. Благодаря усиленной работе инженеров и техников, которые смогли виртуозно соединить кузов от автомобиля 70-х годов к Монстр Траку и усовершенствовали шасси, на свет появился Газ Манки, который моментально завоевал себе популярность. Эль Торо Локко Практически два десятка лет тому назад всему миру был продемонстрирован новый уникальный Монстр Трак, получивший имя Эль Торо Локко. Этот неугомойный буйный пык мог с легкостью устрашить всех своих соперников, которые были вынуждены несколько раз ему уступить титул чемпиона. Эль Торо Локко является одним из самых популярных и легко узнаваемых траков. Его внешний дизайн напоминает дикого рогатого быка, готового в любой момент уничтожить любого, кто встанет у него на пути. Благодаря своему бушующему стилю и неистовой мощи, Эль Торо Локко является любимчиком многих фанатов. Эвенджер В далеком 1997 году был построен Эвенджер, который в своей основе имел мощный горячий стержень и внешний кузов от Дживи С-10. Спустя пять лет кузов трака был полностью обновлен и заменился моделью Дживи Бэлэйр, выпущенного в 1957 году. Покорить жесткий характер монстра сумел только Джим Келлер, который прекрасно чувствовал себя в кабине автомобиля. В рамках проходивших ежегодных состязаний, Келлер и его знаменитый Эвенджер практически всегда занимали первые места во всех крупных мероприятиях. Это были самые невероятные и впечатляющие монстр траки, которые существуют в настоящий момент. Некоторые из них были даже добавлены в мировую книгу рекордов за свой уникальный внешний вид и выдающиеся технические характеристики. Ну а я прощаюсь с вами ненадолго. До новых встреч, друзья! Пока!